Доброе утро, Бокер Тов. Мы начинаем наш четвертый урок по главе Торы Мишпатим. Тут законы, касающиеся животных. Написано в главе Мишпатим, если бык убьет человека. Написано, что хозяин быка не виноват. И быка следует убить. И мясо его есть нельзя. А хозяин быка не виноват. Мясо его мы не едим, такого быка. Потому что если бык бешеный, убьет человека, то его бешенство передается в то мясо, которое мы потом будем есть. Поэтому мы сами можем стать бешеными. Это может очень сильно повредить. Такого быка убивает все. И другая ситуация, что хозяина предупреждали, что бык был бодливый вчера и третьего дня. Хозяина предупреждает, он не стерег его. И бык убивает человека. В этом случае бык также побывает камнями. А хозяин подлежит смерти. Наши мудрецы говорят, подлежит смерти. Это небесный суд. Земной суд не может его осудить. Очевидно, что не так-то просто суду разобраться в ситуации стерег, на сколько стерег, когда, как, что он делал. В общем, что-то с ним должно произойти по воле небес. Другая ситуация. Бык убивает другого быка. В природе быков драться между собой. И тогда делят пополам тушу живого быка и того мертвого быка делят пополам стоимость между двумя хозяевами этих быков. Но если предупреждали хозяина, что был-был бодлив и вчера и третьего дня в общем, говорили ему, что а он не стерег и бык убил другого быка, то тогда живого быка продадут и отдадут деньги тому, кто пострадал. А мертвый бык будет того человека, у которого бык был бодлив. Ему остается мертвый бык. Вот так. Что касается другого закона. Человек вырыл яму и не закрыл ее, не принял правила техники безопасности и упал в то чужое животное. что в этом случае делать? Человек должен возместить ущерб. А погибшее животное будет его. Такие у нас законы есть. Тора нам все время указывает, что мы должны все время думать о том, что мы делаем. Что если мы выполняем какую-то работу, что-то делаем, мы должны думать обо всем, о последствиях. На сегодня наш урок заканчивается. Теперь подсчитаем за наших близких, за поднятие души Яков Бен Нахуму Рогулдан, Владир Бен Григорий, Левы Бен Шмуэль, Памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Хая Малка Бат Йосиф, Мира Бат Аврагам, Из-за здоровья Светлана Бат Клара, Анна Бат Ривка, Полина Пел Бат Соня Сура, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Моисей Бен Ева, Моша Бен Рая, Двойра Бат Мира, Ирина Бат Двойра, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берл, Евгения Бат Ита, за хороший женух Рон Арье Бен Двойра и Денис Бен Нахум. Еще вам говорю, если у кого-то юрцает, за неделю сообщайте, что вы подготовили, зажгли свечи, все сделали, прошли Эль Мирохамим в Синагоге. В общем, пожалуйста, не забывайте это. Всем все салонно лучшего. До завтра.